Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала, ну или же подписчики. Данная тема для ролика была выбрана не случайно. Недавно в моей группе ВКонтакте было голосование ограниченное по поводу того, какую мне тему выбрать для ролика. По списку из голосования, первая, третья, четвертая и пятая тема была опять же связана с Синим Ежом, как бы это не было очевидно. А вторая была связана с Манхантом, где я буду рассказывать о городе Карцер Сити из этой игры. В итоге большинство людей проголосовало за второй вариант. Что ж, господа, я вас понял, теперь получайте небольшой рассказ о Карцер Сити из Манханта. Вообще, за то, что вы проголосовали за вторую тему, это хорошо, я вам даже скажу спасибо за это. Потому что роликов по Манханту у меня ни разу не было, поэтому почему бы и не снять. Пора бы, давайте начнем. Хотя подождите, прежде чем рассказывать о городе, я должен дать слово другому человеку, который не менее знаком с этим всем. Об этом всем он знает намного лучше меня. Здравствуйте, дорогие друзья. Перед тем, как автор данного канала, словно научпопер, начнет с умным видом читать статьи из Википедии, я расскажу, что такое Манхант в его идеологической обертке. Рукстар всегда была игровой студией, которая бросала вызов всему миру и его правилам. Создавая те игры, которые абсолютно никого не оставляли равнодушными. Манхант – это та игра, которая достигла пика маниакального рокстаровского желания создать что-то максимально жестокое. Создать то, от чего каждый был бы шокирован. Создать игру, которая говорила за себя своим названием. Охота на людей. Манхант. Манхант была встречена средствами массовой информации не очень хорошо, ведь жестокость в играх – это непозволимо, ведь игры для детей и так далее. Но вот в чем парадокс. Сэм Хаузер ненавидел все устоявшиеся стереотипы о геймерах и положение игр в принципе. Что-то вроде того, что мы обязуемся производить игрушки к культурно-релевантной времени и обществу. Сейчас это по умолчанию подразумевается всеми производителями. Но в том мире, где царствовал Ёжик Соник, это еще не было столь очевидно. Он стремился к тому, чтобы игровая индустрия стала развлечением не для детей, а геймеров считали статными людьми. Сэм придерживался этого пути с самых первых игр, созданных им. Каждый раз он шел ва-банк и менял игровую индустрию. Манхант была той игрой, которая заставила всех просто охренеть. И особенность игры в том, что это эмоции, это страх, это отвращение, это чувство. Игра дает чувство. И это круто. Что же такое Карцер Сити? Это место действия видеоигры Манхант 2003 года выпуска и город, который находится по соседству с Либерди Сити из GTA 3. Чтобы вы понимали, это все относится к одному штату, Либерди, который как раз таки основан на реальном штате Нью-Йорк из США. Там есть город Либерди Сити, который делится на три острова Портленд, Стоунтон-Айленд и Ширсайд-Вейл. А северная часть штата, это город-призрак, который является необитаемой местностью, и Карцер Сити из Манханта. Как я уже сказал, Карцер Сити как раз таки находится рядом с Либерди Сити. И в качестве доказательства, вот карта всего штата. Видите, здесь есть Карцер Сити как раз таки и Либерди Сити. Вот так. То есть можно сказать, что события в Манханте происходят в одной вселенной с GTA, то есть в 3D-вселенной. Вот это неожиданность. Вернемся к городу. Карцер Сити, в отличие от Либерди Сити, является самым опасным городом в штате. Уровень жизни в городе крайне низкий, уровень криминала тоже стремительно растет. Фактически, правительство закрывает глаза на данную ситуацию в городе. И ничего с этим не решает. А коррумпированная полиция, которая присутствует в городе, не пытается бороться с преступностью и держит под контролем лишь центр города, аэропорты и некоторые другие уцелевшие районы. Остальные же наоборот. Либо в руинах, либо вовсе заброшены. Например, большой торговый центр Карцер Мовой с валкой брошенной техники были тоже заброшены. А их же территории были разделены между мощными бандформированиями, которые состоят из костюмированных головорезов в различной степени отмороженности. То есть, проще говоря, это банда отморозков, у которых большие проблемы со психикой, то есть она нестабильная. Есть один интересный факт. Даркутская исправительная колония, которая была известна содержанием особо опасных и психически нестабильных преступников со всей страны, была оккупирована теми же отморозками, поскольку не смогла пережить бунт. Из-за преступности в городе еще также процветает производство наркотиков, а также частые случаи похищения людей. Также Карцер Сити был печально известен историей со съемкой сниф-фильмов некой студии Valiant Video End, во главе с Вайанеллом Старквейзером, которого мы убиваем в конце игры бензопилой, и которая получила огласку еще в 2003 году. Вот такие вот дела. В играх серии GTA город упоминается. А конкретно упоминается он в GTA 3, в Y-City, в San Andreas, в четверке и в пятерке. Не упоминается в первой части и второй, в Адвенсе, в Либерти и в Y-City Stories, и еще на Таун Ворс. Хотя поговаривают, что та же банда отморозков была взята из GTA 2, но это не точно. В GTA 3 город упоминается на радиостанции ЛИП-106. Речь шла там не только о карцере, но и также о Гэри Шаффере, начальнике полиции Карцер-Сити, который был оправдан. В GTA Y-City есть магазин Written 8, который в Карцер-Сити появляется как заброшенный. GTA San Andreas. На пляже Лос-Антоса есть урны в форме бегемотиков из зоопарка Карцер-Сити. В самом начальном ролике GTA San Andreas есть окно с названиями рейсов. Помимо Либерти-Сити, Вай-Сити и Токио, там есть рейс-карцер. В одной из миссий, где нужно украсть план казино, есть план особняка Лайонера Старквейзера, главного андакониста Манхант. На радиостанции GTA San Andreas, VCTR, на шоу Дувайл Тревелер. Гость говорит, что звонит из Карцер-Сити. В GTA San Andreas есть напиток Sprank, который продается в автоматах. Так вот, такие же самые автоматы есть и в Карцер-Сити. И последнее, в магазине Зеро, который находится в Сан-Фьерро, можно заметить фигурки Джеймса Эрва Кэша и Пикси. Однако выглядят они по-другому, поскольку это бета-версии моделек. GTA 4, это уже HD-вселенная. В полицейской базе данных есть люди родом из Карцер-Сити. В GTA 5 во время одного из ограблений, Майкл говорит, что его первое ограбление произошло в Карцер-Сити в 88-м году. Еще вот что могу сказать. Карцер-Сити есть и в GTA Underground. Глобальная модификация San Andreas, которая добавляет сразу несколько городов из других игр. Таких как Vice City, Трешки, Булли, Манхант и других. В принципе, может быть я про нее бы и рассказал. Но эта игра не является сегодняшней темой для ролика. Вот и в принципе все упоминания. Конечно, там еще есть упоминания в GTA Online, но оно не самое интересное. Что ж, друзья, надеюсь вам ролик данный зашел. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Все необходимые ссылки на мои каналы, на канал моего друга Вальтабера, на мою группу ВКонтакте и на материал, которым я воспользовался, будут в описании. Все, всем удачи, всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok